Девушки отдыхают Какой-то сочный и немного хрустящий Но от этого он еще вкуснее Манго? Нет Мы обычно это просто выбрасываем Не может быть, чтобы мы выбрасывали Ты представляешь, просто выбрасываем Сейчас я тебе покажу, что это Арбуз? Да, это мармелад из арбузных корочек Из арбузных корок? Ничего себе, так он не зеленый же Так он вываривался в сиропе Он и не будет зеленым Значит давай быстренько нас научи Чтобы мы убедились, что это возможно А потом все вместе попробуем, правда? Нужно достать мякоть всю Арбузика Мы сейчас нарезаем арбуз, как будто бы мы собираемся его съесть Но для того, чтобы не тратить много времени Мы его в этот раз есть не будем Если вдруг попался толстошкурый арбуз А некоторые считают, что это просто какая-то трагедия Это счастье Теперь мы будем считать, что это счастье Так, а нужно так отрезать, чтобы совсем мякоти не оставалось? Или все-таки пусть немного будет? Красненького вот этого оно нам не понадобится Слушай, откуда ты узнала, что можно из арбузных корок приготовить мармелад? Знаешь, у меня когда-то готовила такой мармелад бабушка, потом тетя А потом как-то этот мармелад затерялся рецепт Не знаю, как-то все перестали, забыли что ли И пару лет назад я в Испании попробовала что-то похожее Спросила, это арбуз? Да, это арбузные корочки То есть ты разгадала сразу, да? Он просто очень, ну, похож был на то, что я ела когда-то в детстве И я у тети выведала, опять же, рецепт этого мармелада И несколько лет делала его Знаешь, очень удобно ходить в гости, там, где есть маленькие дети Да и так просто к подруге прийти с баночкой такого мармелада Тем более получается, что это бесплатный мармелад Но арбуз-то мы покупаем ради мякоти, ради сочной мякоти Да, такой мармелад, он очень долго хранится А если оставить его в сиропе, не вот в таком варианте, как я принесла, он уже в сахаре А если оставить его в сиропе, можно и в баночки закатывать, как варенье Ты знаешь, из-за целого арбуза получается около килограмма мармеладина А для того, чтобы арбузные корочки стали немного мягче, нужно на килограмм корочек понадобится 1 чайная ложка соды Залить это все водой и оставить на 4-6 часов Вот я добавлю, у меня тут, наверное, полкило корочек На литр воды нужна чайная ложка соды Просто холодной водичкой заливаем Ну, есть же готовые уже Конечно, мы будем с тобой ждать Есть же уже, конечно, готовые А эти останутся, я потом из них обязательно приготовлю Их нужно обязательно промыть холодной водой Вот, готовые На вид они, в принципе, такие же, да? На вид они, в принципе, такие же, но на самом деле сода сделала свое дело Сливаем воду в кастрюльку На килограмм арбузных корочек понадобится 1,2 кг сахара Начинается А вообще, да, это же мармелад, он же без сахара не бывает Это же мармелад, да, 1,2 кг сахара Но мы весь его сразу использовать не будем, будем в два приема Килограмм корочек нужно залить водичкой, чтобы она покрыла На килограмм добавляем 600 г сахара Вторую часть мы добавим позже Даем закипеть, варим 20 минут Потом отставляем на 5-6 часов То есть обычно это мама утром ставит Вечером продолжается все это Вечером та же самая процедура На 20 минут поставила, закипела, 20 минут проварила Опять оставила на ночь И так неделю И три раза Ты знаешь, иногда было такое, что и так мама ставит, папа ставит А закрыть? Кто закроет? Ну сейчас давай еще раз поставишь и завтра, уже вечером И вот так вот, да Ну вообще это делается три раза А третий раз мы добавим остальную часть сахара Сок половинки лимона, кардамон И ванильный сахар Вот это вот проваривание с отставлением мы делаем для того, чтобы он все-таки сохранил свою форму Он сохранит свою структуру, да, форму, но в то же время он прям пропитается вот этим сиропом Какие корки ты отмачивала в своей жизни? Ну есть такое выражение, когда в юности возникает желание пошалить Надь, я старалась быть вообще прилежной девочкой У родителей и так без меня проблем в жизни хватало Мне хотелось быть все-таки положительной, правильной и поменьше там каких-то хлопот доставлять Ну что для меня самое такое вот отмочило? Ну там папа не пускает меня там Куда? Куда-то на дискотеку А они все лягут спать Я раз тихонечко Через окно А папа потом там ночью встанет проверять замок Это один раз такое было Он ночью встал проверять замок и закрыл еще так на щеколку Зима, я ночью пришла, я что в юбке короткой, тут дублен Ну что, пришла, лет мне тогда наверное 14 было Просидела до утра под дверью Да ты что? Потом в сестре И не стучалась? Ну шкреблась, потому что получила, ну знаешь как Потом я позвонила, ждала пока сестра трубку возьмет Она маленькая говорит, Таня, открой мне двери Утром она открыла мне двери, но я все равно от родителей получила, конечно узнали Они узнали? Ну конечно узнали Ты же замерзла, наверное Да ну сидела под дверью Что ж тебе так на дискотеку-то хотелось, Лиза? Знаешь, запретный плод Если бы наверное пускали постоянно на эту дискотеку, уже бы не хотелось бы Папа говорит, ах, дворником вырастешь Ой, папа, я, для меня самое обидное было, когда папа говорил, что я буду дворником Пока корочки арбузные варятся, давай кофе выпьем Давай Я тебе хочу расскажу, как я чуть по попе веревкой не получила У меня мама иногда Веревка дежурная Да, у нее такая веревочка была бельевая И вот значит до первого класса, а я уже так научилась читать, и я все читала И у меня в подъезде жила подружка, немножко она старше была И она была записана в библиотеку А я еще не была записана в библиотеку И однажды я за ней увязалась Библиотекари не поверили, что я умею читать Проверили и записали меня в библиотеку В это время мама ищет Надю И думает, что уже какие-то маньяки ее стащили Нет, ребенок Надя в библиотеке, что самое... Что самое грустное? Самое грустное Я прихожу из библиотеки, как сейчас помню, такая красочная книжка Стихов Самуила Яковлевича Маршака Воздушные шарики на обложке Где ты была? Мама уже с веревкой Я бы получила, но в это время очень удачно приехала родня из Чернигово И было неудобно А ты представляешь, у меня такая ситуация была Мама привезла мне ранец, знаешь Ранцы обычно застегивались вот так вот этими железными Такими, тёп, захлёпывались А тут вот такие трезубец такой, который вставлялся Модные, как сейчас Боже, и я... Ты сломала Да нет, не я сломала, мама попу сломала И она слышала меня этим рюкзаком и сломала мне этот трезубец Ты понимаешь? Так за что? Подожди, подожди Ну я какое-то задание там же, наверное, не сделала Помни о тройке, дочка Ещё раз напомню, когда мы третий раз уже ставим корочки вариться Добавляем оставшиеся 600 граммов сахара Сок половинки лимона и кардамон Угу У меня уже, конечно, есть готовые корочки Слушайте, как это чудесно Я вот сейчас прониклась прямо уважением к арбузу Потому что мы уже научились и суп арбузный в самом арбузе подавать И правильно арбузы выбирать Но у нас просто какое-то арбузное счастье А теперь ещё и мармелад Показывай Смотри Они доварились до такого состояния, только я слила с них сироп А можно я вот сейчас его попробую? Да, попробуй Такой вот тоже он уже твёрденький Угу Угу Похож Я поняла, что это за запах Я тогда попробовала, думаю, чем так пахнет? Это кардамон И теперь, чтобы он уже совсем стал мармеладом Можно взять и обвалять просто в сахаре Слушай, а я представляю, если бы в магазине продавался вот такой натуральный арбузный мармелад Он бы бешеных денег, что ли А в этом мармеладе желатина нет Красителей нет, загустителей нет И всё, готово А мы с вами полюбуемся А потом и пробовать будем Я расскажу, как мы готовили мармелад из арбузных корок Для приготовления арбузного мармелада вам понадобятся арбузные корки, сахар, вода, лимон, ваниль, кардамон и сода Арбузные корки аккуратно очистить и нарезать на кусочки Наколоть вилкой и положить в содовый раствор на 4 часа Промыть и кипятить 20 минут в сахарном сиропе Оставить смесь на ночь Утром повторно прокипятить около 20 минут, добавив сахар Эту процедуру повторить вечером В третий раз кипятить с добавлением цедры лимона или апельсина, лимонного сока, ванили и кардамона до полупрозрачного состояния Готовый мармелад можно обвалять в сахаре Ой, Лиза, 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 что ты со мной делаешь? Ведь я же съем, наверное, весь мармелад Хотя нет, я вспомнила, что очень хотела вас угостить, мои дорогие У нас получится? Мы делимся, конечно, я принесла много мармелада, всем хватит Но прежде я все-таки еще раз его попробую, хотя, откровенно говоря, я уже знаю, какой он на вкус А вот мне интересно, когда ты впервые приготовила этот мармелад, что ты подумала, как ты описала его вкус? Для меня он показался уже очень сладким, поэтому я всегда стараюсь сбалансировать лимонным соком Ну, в оригинальном рецепте там немножко сока лимона, немножко цедры Вот чуть больше все-таки, если вы не любите очень сладкий такой, приторность вот эта, знаешь И лимонный сок он сбалансировал Это очень важно, потому что Лиза говорит, что меньше сахара, чем килограмм или кило двести, добавлять нельзя Не получится просто мармелад Это как в варенье, да Все-таки сироп должен быть насыщенный, очень концентрированный Сироп должен быть насыщенный, очень концентрированный Ну, как вам мармелад? Вкусный? Да Боже, какие у всех довольные лица Знаешь, это не просто потому, что сладкое, это еще и от удовольствия Мы осознали, что можно практически, не затратив дополнительных средств, приготовить мармелад, который несколько раз лучше магазинного, я вам точно говорю Так что пользуйтесь на здоровье, Лиза, ты наше сокровище Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода